В этом выпуске место встречи Иерусалим. Организатор резни 7 октября ликвидирован. Что ждет заложников в войне Израиля на несколько фронтов? Анализ того, как смерть Синвара влияет на положение Израиля на Ближнем Востоке и отношения США и Израиля. Также связь между антисемитизмом и исламом. А еще мы посетим суку одной семьи. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске место встречи Иерусалим. Добро пожаловать в сегодняшний выпуск программы место встречи Иерусалим. Я Крис Митчелл. Лидер Хамаса Яхья Синвар. Организатор теракта 7 октября и человек, убивший больше евреев, чем кто-либо со времен Гитлера, уничтожен. В среду израильские солдаты убили Синвара в Рафахе, к югу от Газы. Он скрывался от Сахала более года. После того, как стало известно об уничтожении Синвара у Западной Стены, на постах в Газе и по всей стране начались празднования. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху заявил, что это не конец войны в Газе, а начало конца. Он обратился напрямую к жителям Газы. У меня простое послание. Эта война может закончиться завтра. Она может закончиться, если Хамас сложит оружие и вернет заложников. Израиль гарантирует безопасность тех, кто вернет заложников. А для тех, кто хочет причинить вред заложникам, у меня другое послание. Израиль найдет вас, и вы ответите за содеянное. Синвар спланировал атаку 7 октября, во время которой террористы убили 1200 израильтян и похитили более 250 человек, в том числе и американцев. Сегодня мы мысленно с семьями тех, кого убили или похитили из-за Синвара. Пресс-секретарь Сахала, контр-адмирал Даниэль Хагари, заявил, что молодые солдаты, уничтожившие лидера террористов, даже не подозревали, что это был Синвар. В дом, где прятался Синвар, залетел беспилотник Сахала и снял последнее мгновение его жизни. Хотя Сахал выполнил свое обещание привлечь Синвара к ответственности, Хагари говорит, что работа еще не закончена. Мы не успокоимся, пока не вернем домой всех заложников. Мы будем действовать, пока не выполним все наши миссии по защите народа Израиля. Но некоторые опасаются, что теперь Хамас может убить всех заложников. Они могут убить их или что-то сделать с ними из-за убийства Синвара. Именно этого я боюсь. Президент Байден заявил, что уже обсуждает будущее действие с Нетаньяху. Пришло время закончить войну и вернуть заложников домой. Госдепартамент США считал Синвара главной преградой на пути к окончанию войны в Газе. Он не только начал этот конфликт, но и в течение последнего года мешал США и нашим партнерам положить ему конец. В то время как некоторые жители Газы скорбят о смерти Синвара, другие видят в ней шанс положить конец войне, которая разрушила их жизни. У них больше нет причин продолжать войну. Когда мы услышали новости о Синваре, мы, конечно, очень огорчились, но в то же время мы обрадовались, что война может закончиться. Нетаньяху говорит, что настало время закончить войну не только с Хамасом, но и со всей иранской осью зла. Все, стремящиеся к процветанию и миру на Ближнем Востоке, должны объединиться, чтобы построить лучшее будущее. Вместе мы можем дать отпор силам тьмы и создать светлое будущее для всех. А сейчас мы обсудим смерть Синвара и ее последствия с нашим ближневосточным аналитиком Джоном Вааге. Какова была ваша первая реакция, когда вы узнали о смерти Синвара? Крис, это произошло на Суккот, праздник Кущей. Это радостный праздник. И еще полторы недели назад можно было подумать, что праздновать особо нечего. Но это событие изменило ситуацию. Я видел, как студенты Ешивы пели и радовались на улице. Уверен, вы тоже видели подобные вещи. И это было не празднование смерти как таковой. Это было празднование того, что человек, организовавший эту ужасную террор-атаку, понес наказание. Это была победа, значимая победа Цахала. За последние несколько недель произошла удивительная череда событий. Это напоминает мне о древней истории. Сначала Исмаил Хания, через несколько недель Хасан насрала. Почти все руководство Хизбаллы ликвидировано, а теперь и сам Синвар. Трудно поверить во все это. Ты прав. И, как мы уже говорили, это должно послужить сигналом для оставшихся террористов, лидеров Хамаса или потенциальных лидеров. Вам стоит еще раз подумать над посланием Галанта о том, что настало время сдаться, чтобы вы и другие члены вашей семьи не погибли точно так же, как погибли другие лидеры террористов. Посмотрим, примет ли кто-либо его предложение. Да, люди отмечают это событие в Израиле и во многих уголках мира. Но я также знаю, что палестинская администрация почтила память Синвара минуты молчания. Что же другие? Я заметил одну вещь в социальных сетях. Бапор поместили черную ленту в углу своего логотипа в соцсетях. Фактически, они говорят, мы скорбим о смерти Синвара, который, как известно всему миру, был отъявленным убийцей. Мне кажется, это не предвещает ничего хорошего для ООН и этого агентства. Кнесет уже разрабатывает закон, который в значительной степени ограничит деятельность Бапор в тех районах, которые контролирует Израиль. Они уже забрали здание Бапор в Иерусалиме, чтобы переделать его под жилой дом. Это весьма явный сигнал. Я думаю, что ликвидация Синвара придаст Израилю уверенности и позволит закончить некоторые из дипломатических войн, которые они вынуждены вести наряду с обычными войнами в Ливане, в Газе и с хуситами. Насколько я знаю, Гутерриш, глава ООН, стал персоной Нонграта в Израиле из-за своей позиции. Забегая наперед, стоит сказать, что скоро в США пройдут выборы. Как вы полагаете, они повлияют на Израиль и на его войну на несколько фронтов? Вот что забавно, Крис. Те же люди, которые полгода назад призывали отстранить Нитаньяху, видят все эти ликвидации, и даже Камала Харрис, кандидат от Демократической партии, говорит, что это хорошо. Госдепартамент и другие говорят, что это хорошо. Но еще полгода назад большинство из них говорили, что Нитаньяху – это главная проблема на Ближнем Востоке. Теперь все изменилось. Мы пока не знаем, что может произойти в Вашингтоне, но если будет другая администрация, в которой не будет тех людей, которые считают, что прекращение огня – это главное для газа, которые еще несколько недель назад призывали Израиль выйти из Филадельфийского коридора. А ведь Синвар был ликвидирован как раз на краю Филадельфийского коридора. Мы можем увидеть другую конструкцию всей мировой дипломатии, дипломатических фронтов. Возможно, ООН не получит той поддержки, которую она получала от администрации Байдена. Мы не знаем. Да. Пока что кандидаты идут почти на равных, и мы не знаем, сколько юридических и других моментов будет после того, как голоса будут отданы. Это означает, что мы можем увидеть серьезные перемены в дополнение к тем большим сдвигам, которые мы уже увидели за последние несколько недель. И все это происходит очень быстро. Джон, за весь этот год мало кто говорил об одном важном моменте – важности молитвы. Люди молятся за мир для Иерусалима, за мудрость для лидеров Израиля. Безусловно. И это происходит по всему миру. Вы видели это, и я тоже. Мы видели это здесь, на улицах Иерусалима. Гораздо больше людей начали молиться. Люди обращаются к Богу, и это чудесно. Спасибо, Джон. Далее в программе. Срочный призыв иранского принца Пехлеви к соседям Израиля и к своим соотечественникам. На фоне растущей напряженности между Израилем и Ираном, все больше иранцев открыто призывают еврейское государство уничтожить их собственное правительство. Иранцы, разочарованные жестоким режимом, считают, что такая атака поможет покончить с руководством, которое долгое время подавляло их свободу. Репортаж Джорджа Томаса. Принц Резапи Хлеви призывает соседей Ирана на Ближнем Востоке противостать влиянию Тегерана, поддержать военные действия Израиля и свергнуть диктатуру. Тегеранский режим несет ответственность за гибель сотен тысяч невинных людей – иранцев, арабов и израильтян, христиан, мусульман и евреев. Пехлеви, сын последнего шаха Ирана, выступил в соцсетях, заявив, что большинство иранцев хотят, чтобы их деспотичное правительство свергли. Поэтому я говорю вам, наши друзья, на Ближнем Востоке, наш регион заслуживает гораздо большего. Но чтобы добиться успеха, нужно избавиться от режима, который держал нас в заложниках почти полвека. В то время как некоторые иранцы поддерживают военные действия против Израиля, если Израиль отреагирует на действия Ирана, Иран ответит снова и сокрушит Израиль. Пехлеви утверждает, что большинство его соотечественников будут рады точечным ударом по режиму. Он говорит иранцам, что настоящий враг – это их собственное правительство во главе с Али Хамении. Тегеранский тиран прикрывает свои поджигательские настроения иранским национализмом. Но он не говорит от имени нашей нации. Преступление, совершенное его режимом против нас, наших соседей, – это оскорбление иранцев и наших ценностей. Премьер-министр Израиля Бенемин Нетаньяху недавно выразил надежду на мир между его страной и Ираном, предположив, что свободный Иран в будущем может привести к новым отношениям между двумя странами. Когда Иран будет свободен, а этот момент наступит гораздо раньше, чем думают некоторые, все будет иначе. Два наших древних народа – еврейский и персидский – наконец-то будут жить в мире. Две наши страны – Израиль и Иран – будут жить в мире. Преображение Ирана несет преобразующую силу Евангелия во все уголки Ирана. Лана Силк руководит служением преображения Ирана, которая работает в этой стране и занимается благовестием. По ее словам, недавнее восстание против режима показывает, что иранцы как никогда хотят политических перемен и даже готовы умереть за них. Это тяжелая борьба, но они готовы к ней. Они готовы заплатить цену, чтобы свергнуть это правительство. Мы видели, как иранцы в соцсетях предлагали Израилю напасть на их страну. На видео из Ирана видно, как люди поют и танцуют после уничтожения Хасана Насралы. Силк добавляет, что большинство иранцев не разделяют враждебности правительства к Израилю. С момента прихода к власти 45 лет назад клирики режима называют США большим сатаной, а Израиль маленьким сатаной. Я выросла в стране, где мне внушали ненависть к Израилю и Америке. Будучи школьницей, я должна была каждое утро просыпаться и говорить «Смерть Америке, смерть Израилю». Все наше образование, воспитание, вся пропаганда и новости – все направлено на то, чтобы мы ненавидели эти две страны. Но мы ненавидим их. Как бы правительство ни старалось, оно не может настроить народ против этих стран. В интервью новостям Сибиен Пихлеви сказал, что, несмотря на продолжающееся нарушение свободы вероисповедания в Иране, люди обращаются в веру, особенно в христианство, как никогда ранее. Дискриминация началась против религиозных меньшинств. Первыми были евреи, за ними последовали бахаи. В последнее время они перешли на христиан. Сейчас в Иране христианство растет быстрее, чем любая другая вера. У нас сотни подпольных церквей. Силк утверждает, что возможность войны побуждает подпольных христиан Ирана делиться своей верой. Мы говорим о войне, о невообразимых страданиях, которые придут в Иран. Поэтому мы спешим, чтобы все люди, которых мы любим, узнали, кто такой Иисус, и что Он сделал для них, пока не стало поздно. Джордж Томас, Новости Сибиен. Далее в программе. Синди Джейкобс из Generals International расскажет о связи между антисемитизмом и исламом. Израиль продолжает бороться за свое существование с враждебными соседями. Можно утверждать, что это не новый конфликт, точнее, это древний конфликт, всплывший в 21 веке. Синди Джейкобс из Generals International посетила нашу студию с пророческим словом и говорила об этом с нашим ближневосточным корреспондентом Джули Стал. Синди Джейкобс, добро пожаловать в программу «Место встречи и Иерусалим». Как вы считаете, почему сегодня растет антисемитизм и откуда он берется? Это хороший вопрос. Возможно, один из самых актуальных вопросов, которые мы должны задать сегодня в свете событий в Израиле и того, что происходит по всему миру. Я имею в виду палестинских демонстрантов и прочих. Давайте вернемся назад и заглянем в историю. Один верховный муфтий Иерусалима был очарован Гитлером и нацистами. В 1941 году этот муфтий отправился на встречу с Гитлером. И произошло слияние арабского движения этих двух древних духов. Так антисемитский дух Германии перешел к арабам. Потом муфтий отправился в Египет, и у него появился молодой ученик по имени Ясер Арафат. Вот это да. Ясер Арафат создал ОООП, Организацию Освобождения Палестины. Затем появилось мусульманское братство, и все с радостью принимали эту идеологию. Все будущие соседи Израиля. Да, все верно. Как ты знаешь, о Газе говорится в Писании. Мы знаем из Газы, совершались набеги на пограничные города. Да, вспомни Секелак и Давида. Это был дух филистимлян, древний дух, который соединился с антисемитским духом Гитлера, и получилась взрывная смесь. Так как же с этим бороться? Хорошо, что ты спросила об этом. Я молилась за Израиль, чтобы он не остановился. И я, как американка, раскаиваюсь, что мы снова и снова пытались сковать Израиль, чтобы он не смог осуществить те задачи, которые нужно было. Что, если бы Израиль уничтожил Хизбаллу в 2006 году? Что происходило с 2006 года по сей день? Что произошло с Ливаном, единственной христианской страной и демократией на Ближнем Востоке? Хизбалла захватила ее. Почему? Это тот самый дух. Он захватывает власть. Мы знаем, что в Библии был человек по имени Самсон, который был богатырем-защитником Израиля, уничтожавшим филистимлян. Его схватили и ослепили. Все говорят, что 7 октября евреи почему-то не ожидали нападения. Мы не знаем, почему. Провал разведки? Я считаю, что это была огромная демоническая сила. Они выкололи глаза Самсону. Так часто поступали в те дни. И сейчас на Ближнем Востоке выкалывают глаза женщинам, которые не хотят носить хиджаб. Но что же произошло дальше? Самсон по Божьему промыслу попал в храм Дагона. Филистимляне ликовали. Библия говорит о суде, который придет на людей, радующихся поражению Израиля и Божьего народа. И вот они ликовали в храме Дагона. Но Бог дал помазание Самсону, чтобы повалить столбы. Что произошло недавно? Израиль уничтожил Насралу. Израиль уничтожил сильного Ливана и Хизбаллы. Он буквально повалил инфраструктуру. Это был дух Самсона. Бог, который помазал Самсона в те дни, чтобы разрушить храм Дагона, силен уничтожить врагов Израиля и сегодня. О да, это сильные слова. Синди Джейкобс, большое спасибо, что присоединились к нам и поделились этими сильными мыслями. Спасибо. Далее в программе. Семья вне определенности. Послание от человека, члены семьи которого все еще находятся в заложниках. После ликвидации организатора теракта 7 октября все внимание приковано к Газе и вновь сосредоточено на освобождении заложников. Мы поговорили с человеком из Кибуца-Беэри, родственники которого находятся в плену. Он считает, что их освобождение не должно быть политическим вопросом. Невозможно представить, что случилось там. Но то, что там случилось, не было случайностью. Это было вторжение. Они точно знали, что делают. Они пришли сюда с намерением убивать людей, похищать людей. И им было все равно. Мужчины это, женщины, стереки или дети. Вот здесь фотография трехлетней девочки, которую 50 дней держали в заложниках в Газе. Восемилетнего мальчика, о котором мы даже не знали, жив ли он или его пытают. Сейчас в Газе удерживают малыша. Он провел в Газе больше времени, чем в Израиле. Мир говорит о заложниках так, как будто это часть израильско-палестинского конфликта, словно это политический вопрос. А я говорю, что безумие создавать такой нарратив, будто заложники, часть чего-то большего, политического вопроса, что заложники – это то же самое, что гуманитарная помощь. Этот нарратив должен измениться. Ведь если мы не изменим нарратив, если весь мир не будет кричать, что недопустимо забирать людей, детей из кровати и держать их в невообразимых условиях, не сообщая нам о том, живы ли они, есть ли у них лекарства, еда и вода, это просто неприемлемо. Если мы не остановим это сейчас, если мы не будем кричать на весь мир, что это неприемлемо, мы будем говорить им, что они могут поступать так, и по всему миру начнут похищать людей. Мы увидим похищение в Африке, в Израиле, в Соединенных Штатах, в Европе и по всему миру, потому что мы придаем легитимности удержанию людей против их воли. Мы придаем легитимности удержанию младенцев, когда говорим об этом как о политическом вопросе. Вот почему я здесь. Нам нужно, чтобы вы делились нашими историями. Вы нужны нам, потому что мой голос одинок, а их голоса не слышны. Мы не слышим их. Мы должны говорить за них. Нам нужно, чтобы все мы говорили об этом. На этой неделе начался 10-дневный еврейский праздник Суккот, праздник Кущи. Семьи празднуют сбор урожая и вспоминают выход Израиля из Египта. Они делают это во временных сооружениях на улице. Подробности у нашего корреспондента Джули Стал. Это древняя библейская заповедь, которая соблюдается и сегодня. Некоторые называют это еврейским походом, но с домашними удобствами. Шалом, добро пожаловать. Очень рады видеть вас в нашей Сукке. Спасибо. Мы в нашей Сукке, которая становится нашим домом вдали от дома на эту неделю, на время праздника Кущи, Суккот. Как многие израильтяне и евреи по всему миру, Сет и Теэна Бен Хаим каждый год строят Суку или Кущи на заднем дворе своей квартиры в Иерусалиме. Это помогает нам вспоминать прежде всего об исходе из Египта и о том, как нам пришлось 40 лет скитаться по пустыне без постоянного жилья. Но это также напоминает нам о том, что хотя мы и вошли в землю Израиля, мы еще не достигли конечного пункта назначения. Расскажите нам о самой Сукке. Как вы делаете Суку? Главное, чтобы у нее была крыша, которая не закрывает нас полностью от стихии, потому что в противном случае мы были бы под защитой наших домов. Мы должны находиться в этой хлипкой куще, чтобы помнить, что в первую очередь мы находимся под защитой Хашема. Обычно дети украшают Суку. Семьи едят, спят, учатся и играют вместе в своих временных домах в течение целой недели. Несмотря на походные условия, это радостное время. Ты можешь сосредоточиться на важных вещах, таких как отношения, просто сидеть и изучать Слово, рассказывать детям о Божьей верности. Джонатан и его сестра Ребекка очень любят праздники. Джонатан превратил свой домик на дереве в Суку. Это для Суки. И это тоже? Как красиво! Ты украсил свою Суку и здесь? Да. И я тоже. Вот это да. Еще одна часть празднования Суккота, описанная в Левит 23, это приношение особых плодов и веток, чтобы радоваться перед Господом. Мы приносим их Хошему. Все эти четыре предмета мы используем в молитве каждое утро. Мы размахиваем ими в разные стороны и смотрим вверх. Именно об этом нам напоминает наша крыша. Мы смотрим на небо, потому что именно оттуда придет наша помощь. Джулия Стал, новости Сибиен, Иерусалим. Такие суки ставят по всему Иерусалиму и Израилю. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Не забывайте подписываться на нас в соцсетях. Вы также можете получить доступ к нашим материалам на сайте или в приложении. Также подписывайтесь на наши рассылки, чтобы быть в курсе последних новостей. И, пожалуйста, не забывайте молиться за Израиль, за возвращение заложников, за безопасность солдат Сахала и всех, кто находится в опасности. А закончим мы сегодня 51 стихом 17-го Псалма. Величественно спасающий Царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству Его вовеки. С вами был Крис Митчелл. До встречи в следующем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media организацией Weekend. «Место встречи Иерусалим» — это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.